МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Получить средства на развитие своего наукоемкого бизнеса компания может из разных источников. На ранних стадиях это собственные возможности, деньги друзей или родственников, гранты государственных программ. Если фирма удачно развивается, ее начинает финансировать венчурный фонд. А настоящая история успеха становится ее выход на биржу, то есть продажа части акций всем желающим. Именно такой путь проделала компания «Русские навигационные технологии». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь лет назад предприниматель Борис Сатовский задумался, как проконтролировать автомобиль на расстоянии, и решил объединить для этого спутниковую навигацию и мобильную телефонию. У меня угнали мой автомобиль, и когда его нашли на следующий день, оказалось, что все это время он простоял просто в соседнем дворе. И я подумал, что если бы у меня было такое устройство, наверное, я бы сохранил очень много нервных клеток и не так бы нервничал и переживал все это время. Именно этот случай стал толчком для создания нового бизнеса. Сатовский собрал группу единомышленников. Разработчики решили создать устройство, установленное в машину, которое сможет с точностью до нескольких метров определить, где находится автомобиль, и передать координаты хозяину. Изначально вообще эта технология развивалась, как некая такая игрушка для домашнего применения. Прибор представлял себе вот такое устройство, большое, железное. И первые несколько лет мы занимались только тем, чтобы доставить, определять его местоположение и написать ту систему, которая могла вот это местоположение удаленно собирать и передавать, контролировать маршруты. Борис Сатовский стал инициатором инновационного проекта, использовав ресурсы собственной компании. Для этого он организовал новый отдел для разработки самого устройства и программного обеспечения для него. Поначалу Сатовскому потребовалось около полумиллиона долларов. При этом он не был уверен, удастся ли вернуть вложенные в технологию средства. Ведь в то время российский рынок дистанционного слежения за транспортом только зарождался. Однажды я купил себе маленький навигатор. И первое время был страшно доволен. Удобнее стал ездить, не надо заглядывать в карты. Потом навигатор стал дурить. Он меня загонял на улицу со встречным движением, а однажды в Малаховке зажал между двумя заборами. Более того, на МКАДе он предложил мне съехать по лестнице с проезжей части. Ах, мерзкий гаджет, подумал я, завтра я тебе кому-нибудь подарю. Развязка была очень проста. Мой сын, уходя на охоту, переставил навигатор в режим для пешеходов. Мы основной уклон делали на функциях охраны автомобилей. Однако очень быстро поняли, что логистика, транспортная логистика, является очень перспективным рынком. И все наши усилия сосредоточили именно на этой отрасли. Успех пришел к разработчикам в 2005 году, когда появился первый заказчик – крупная строительная фирма. Ее владельцы поняли, что для снижения и сдержек необходимо контролировать передвижение автотранспорта. Видеть, не пытается ли водитель продать на сторону излишки цемента или слить бензин. Тогда разработчики почувствовали, что у рынка мониторинга коммерческого транспорта большое будущее. Борис Сатовский принимает важное решение – создать на базе отдела новую компанию с собственным подразделением продаж. Для таких, отделившихся от материнской компании фирм, существует профессиональный термин – спин-офф. Если мы вспомним, там несколько, пять лет назад, какие были сотовые телефоны, такие большие, это было, так сказать, дело избранных – иметь сотовый телефон. Сейчас, можно сказать, что каждый школьный, каждый человек имеет сотовый телефон. Вот к чему мы стремимся. И что будет с нашим рынком. Что каждый подвижный объект будет оснащен средствами телеметрии или мониторинга. Это служба городского такси. Ежедневно на линию выходят 200 машин. Каждая оборудована небольшим устройством русских навигационных систем. Антенна небольшого приемника, установленного под приборной панелью, получает сигналы с видимых космических спутников навигационной системы GPS или GLONASS. Спутники передают свои координаты и точное время. Достаточно видеть четыре спутника, чтобы специальная программа вычислила местоположение транспорта и высоту над уровнем моря. А после этого по мобильной связи передавала их в диспетчерскую в режиме реального времени. Раньше нам приходилось каждый автомобиль отслеживать вручную. И для того, чтобы найти ближайший автомобиль к месту подачи, куда хочет клиент заказать, приходилось тратить очень много времени, чтобы найти его. Значит, не всегда этот автомобиль был ближайшим. Сейчас система позиционирования позволяет автоматически проделать работу, которая очень делалась вручную. Программа позволяет распределять заказы между ближайшими к заказчику автомобилями. Благодаря постоянному контролю машину можно мгновенно отследить. Если водитель по пути к клиенту отклонился от курса, ему тут же звонит диспетчер. Да. 6031. Добрый день, Оксана. Скажите, пожалуйста, почему отклонились от маршрута? Оксана, здесь пробочка небольшая. Я немножко изменил маршрут. Да, хорошо, я поняла, спасибо. Благодаря устройствам автотрекер русских навигационных технологий у водителя исчез соблазн выполнять левые заказы или сливать бензин, так как датчики все время контролируют расход топлива и передают диспетчеру. Система быстро обнаруживает возможные нарушения и с водителем выходят на связь контролеры. Изначально нужно будет позвонить водителю. Если же до водителя мы можем дозвониться, звоним начальник колонны. Начальник колонны в любом случае дозванивается, и это вопрос решается. Владельцам таксопарка технология мониторинга стоила около миллиона рублей. Эти вложения купились всего за несколько месяцев, так как расходы на обслуживание автомобилей и топлива сократились примерно на треть. Вот этот блок автотрекер 10 лет назад, вот этот блок автотрекер через пару лет. И если прийти сейчас, вот эта ходовая линейка нашего оборудования, то, что мы поставляем сейчас, это фактически будущее, то, что мы будем поставлять в сентябре. Значит, несмотря на то, что размер больше, функциональность его по сравнению с предыдущим оборудованием отличается просто в десятки раз. Системы мониторинга автотрекер можно устанавливать на грузовые автомашины, строительную технику, общественный транспорт. Прибор позволяет не только отслеживать координаты машины. Он может, например, в жаркую погоду вовремя включить холодильную камеру, чтобы не испортилось молоко, помешать краже груза и даже регулировать стиль вождения, снижая число аварий на дорогах. Особенно востребованными подобные системы оказались во время финансового кризиса. Они помогают значительно сократить издержки, увеличив устойчивость транспортного бизнеса. Благодаря своим изобретениям русские навигационные технологии увеличили долю на рынке и обошли такие компании, как Единая навигационная диспетчерская система, М2М, телематика, автограф. Сегодня компания Сатовского занимает около четверти российского рынка навигационных систем. Добиться этого удалось с помощью инвестиций венчурного фонда под названием ВТБ «Фонд Венчурный». Это быстро растущий рынок, соответственно, надо успеть развиваться вместе с ним. В любом случае, компания, которая находится на быстро растущем рынке, должна иметь заемные средства для того, чтобы выполнять свои оборотные средства, вкладывать деньги в развитие технологий и так далее, и так далее, и так далее. Прийти в банк на том этапе и объяснить, что, вы знаете, мы занимаемся здесь флит-менеджментом, было очень тяжело, и было очень тяжело объяснить самому банку, что он дает деньги. Фонд инвестировал в развитие компании 170 миллионов рублей, получив значительную часть ее акций. В отличие от банка, венчурный фонд не требует залога имущества, поручителей, не берет с предоставленных средств проценты. Помощь фонда в развитии бизнеса не ограничивается деньгами. Важнейшую роль играет совместная разработка бизнес-стратегий и постановка современного финансового менеджмента. Цель венчурного фонда – не получить процент с вложенной в компанию суммы, а принципиально улучшить бизнес, повысить его качество настолько, чтобы стоимость доли фонда в компании значительно выросла. Выход на биржу – один из самых эффективных способов поднять капитализацию компании. Команда единомышленников, команда уникальных специалистов, вышедших из физтеха. И мы в первую очередь поверили в эту команду. Во-вторых, мы оценили рынок и увидели, что у этого рынка безграничные перспективы. Сегодня венчурное инвестирование стало ведущим инструментом инноваций во всем мире. Быстро развивается венчур и в России. Движет венчурными капиталистами желание повторить успех лидеров мирового рынка. Они получают прибыль на вложенный капитал во много раз большую, чем успешные банки. С одной стороны, венчурные капиталисты – это финансисты. Они должны уметь считать деньги, они должны правильно планировать бизнес, они должны уметь планировать развитие компании на много лет вперед. С другой стороны, это прежде всего люди очень азартные и очень умеющие разгадать в еще таком сыром бизнесе уже будущую мегакомпанию. Русские навигационные технологии вложили деньги венчурного фонда в новое производство, усовершенствовали систему мониторинга «Автотрекер» и создали сеть представителей по всей России и странах СНГ. Ожидания инвесторов оправдались. Каждый год выручка компании увеличивается в два раза. Среди ее клиентов – Роснефть, ТНК, БП, Балтика. В начале года заключаем все контракты на поставку комплектующих и так далее. Должны на год вперед знать, сколько мы фактически произведем оборудования. С учетом закладывания роста нам надо каждый год компания удваивается. Фактически в два раза больше денег мы должны складывать в оборотные средства. Плюс технологии. Для того, чтобы успешно работать на этом рынке, надо всегда предлагать самые новые технологии и смотреть вперед. Это тоже большие затратные деньги. Чтобы привлечь новые средства, компания решила выйти на IPO, разместив часть своих акций на московской межбанковской валютной бирже – ММВБ. Размещение на бирже – это фактически беспроцентный заем, который в случае успеха может резко увеличить стоимость компании. IPO – от английского Initial Public Offering. В переводе – первичное публичное предложение. То есть первая публичная продажа акций компании на бирже. Форма собственности, в которую мы приходим. Компания вообще публичная, торгующаяся на рынке – это некие принципиальные моменты, новые веха выстраивания отношений с нашими клиентами. Они намного лучше понимают публичные компании, им намного проще выстраивать отношения, как и в России. А для иностранных рынков это вообще, я считаю, должно являться стандартом де-факто, потому что они не будут понимать, если к ним приходит какая-то малоизвестная, непонятная форма собственности компании, начинают что-то предлагать, развивать. Есть один огромный плюс при IPO – то, что компания становится гораздо прозрачнее для публики, для инвесторов, для институциональных фондов и так далее. Это во много раз повышает ее ценность, когда она становится прозрачной. Русские навигационные технологии планируют разместить на бирже ММВБ до 20% своих акций. Для России это первый пример, когда компания, проинвестированная за счет венчурного фонда, выходит на IPO. В развитых странах выход на IPO компании, профинансированной венчурным фондом, логическое завершение развития. Так было с компаниями Intel, Apple, Microsoft, Google. Прозрачности и открытость во время выхода на биржу приводят порой к ошеломляющему росту биржевых котировок акций молодых компаний. Закрытость ведет к обратным результатам. Многие компании не хотят быть прозрачными. У нас это очень распространено. Как раз это большой минус в их глазах, потому что это связано с дополнительными издержками. Необходимо и учет оставить, и все бизнес-процессы в компании, они надо ставить так, чтобы они обеспечивали эту прозрачность. Дальнейший рост продаж систем мониторинга и контроля транспорта обещает быть впечатляющим. Сегодня в России подобными системами оборудовано всего 3% рынка. Даже в Соединенных Штатах этот показатель ниже 12%. Уже через 5-7 лет следить за перевозкой грузов с помощью GPS и GLONASS будет подавляющее большинство транспортных компаний. Субтитры создавал DimaTorzok